Библейский портал экзегет.ру представляет Рассказывает о каких-то... Даже не рассказывает, а скорее называет Какие-то очень важные основные понятия Которые имеют отношение к христианской вере Во второе, он начинает их раскрывать Он обращается к Ефесиным Я напомню, что это большой город в Малой Азии На западе нынешней Турции До сих пор он существует, Эфес И там, соответственно, основное население Это язычники, некоторые из них стали христианами И вот, собственно, к ним он и обращается Поэтому, если послание к римлянам Оно может быть такое центральное богословское послание Павла Но оно опирается в большей степени на, скажем так, иудейский контекст То здесь он обращается именно к тем, кто совсем недавно был язычником И, соответственно, им пишет Некогда вы были мертвы по своим преступлениям и грехам Вы ходили по путям, обычным для этого века и мира Подвластный правителю воздушных духов Этот дух и поныне действует в тех, кто противится Богу Ну, понятно, что речь идет, по-видимому, о сатане И немножко необычно, что он правитель воздушных духов Да, мы скорее как-то по-другому бы назвали его воинство Но для Павла это скорее вот такая сфера между небом, которое есть наверху И землей, которое есть внизу Вот такое пространство воздуха Собственно, мир, в котором мы живем Князь мира сего, говоря иными словами И обратим внимание, что его основная метафора Метафора «Вы были мертвы и вы ожили» То есть воскресение Христа понимается не только как искупительная жертва и возвращение к жизни Но и как вот тот путь, по которому проходит любой христианин От смерти, естественно, не физической, а духовной К возрождению И мы все когда-то принадлежали к их числу То есть здесь он уже и себя включает Он в этом послании, вот это «мы, вы» все время варьирует То есть он обращается то к Ефесианам как к бывшим язычникам То говорит «вообще-то мы все» Да, вот у него есть места, где он подробно рассуждает в основном послании к римлянам О том, что из двоих Христос творит одно Но здесь вот эта идея соединения римлян и Ефесина, евреев и греков в каком-то новом человечестве Она буквально на уровне местоимений Мы все когда-то принадлежали к их числу Следовали плотским желаниям Делали то, что нам внушало плоти, всякие помыслы Как и прочие, мы естественным образом навлекали на себя божий гнев Вот здесь его подробно излагаются богословские идеи То есть божий гнев – это не реакция Бога на что-то происходящее Но это естественное следствие человеческих поступков Но Бог по изобилию своей милости и ради великой любви, которой Он нас возлюбил Хоть мы и были мертвы по своим преступлениям Он оживил нас вместе со Христом, выспасенный благодатью Ну вот его основной тезис, который он постоянно подчеркивает И в Ефесинах, конечно, он тоже об этом говорит Он нас воскресил и посадил в небесном мире со Христом Иисусом Чтобы явить в грядущих веках безмерное обилие своей благодати и доброты По отношению к нам во Христе Иисусе Мы были мертвы, Он воскресил своей благодатью Благодать – благой подарок, который не является платой Не является исполнением договора, но абсолютно доброволен Чтобы в дальнейшем посадить в небесном мире То есть это еще не дано как окончательный итог, но это уже обещано Вот очень много сегодня говорят о том, что такое спасение А может быть, немного говорят, потому что больше увлечены практическими вещами Но, собственно, вот это и есть Процесс, который уже состоялся и одновременно еще предстоит Одна его часть состоялась Вот это воскрешение из мертвых, из жизни во грехе Другая предстоит помещение в какое-то особое положение в небесном мире Еще раз он это будет все объяснять Что такое благодать? Он упомянул, Павел очень часто так делает Он бросает какое-то слово, называет тему А потом он к ней возвращается более подробно Уже объясняет все это Вы спасены благодатью по вере Это не ваше достижение, а дар Божий И не по заслугам, так что хвалиться тут нечем Собственно, раскрывает смысл слова благодать Но интересно, что он связывает его с другим богословским понятием Мы его творение Мы созданы во Христе Иисусе ради добрых дел Бог предназначил нам заниматься именно ими Мы его творение Причем здесь это? Ну, понятно, весь мир создан Богом для верующего человека Зачем упоминать, что дважды два четыре, а вода мокрая? Ну, потому что он как раз в римлянах он разбирает это подробно Здесь он касается этого кратко Вопрос соотношения веры и дел Мы спасены по вере Его основной тезис То есть это не за заслуги Но потому что мы поверили И Бог нам дал эту возможность получить спасение Не по заслугам, так что хвалиться тут нечем И одновременно он уточняет, что это не значит, вам совершенно ничего не нужно делать Только раскрыть рот и ждать, пока туда плюшки повалятся Мы его творение, мы созданы во Иисусе Христе ради добрых дел То есть спасение одновременно понимается как новое творение Как то, что человек, воскрешенный от этой греховной жизни, он как бы творится заново И творится не просто для украшения, а для добрых дел То есть дела делать надо Не значит, что этими делами мы что-то надеемся заслужить А это просто наше предназначение Это то, ради чего мы обретаем эту новую жизнь в Иисусе Итак, помните, вы когда-то были плотскими язычниками Вас назвали необрезанными Те, кто гордится своим обрезанием, плотским, рукотворным Но имеется в виду, конечно, иудеи В то время вы были без Христа и чужды израильскому обществу К вам не относились заветы с их обещаниями Не на что было надеяться безбожникам в этом мире Имеется в виду, естественно, обещания, которые были даны в Ветхом Завете Через патриархов Авраама, Исаака, Иакова, через пророков и так далее Ну и, как бы иудеи на вас высоко смотрели И, в принципе, имели на это все основания А теперь во Христе Иисусе вы, кто прежде были дальними, стали ближними Благодаря крови Христовой Он и есть наше примирение Он соединил обе половины воедино Разрушил, разделявшую их стену вражды своей телесной смерти Вот человечество разделено на израильтян Верующих в единого Бога и всех остальных язычников Которые по, собственно, своей жизни Они никакого отношения к этим божественным обещаниям не имеют Смерть Христа разрушает стену вражды Естественно, обе части относятся друг к другу не очень-то хорошо Он упразднил закон с его заповедями и правилами Две части сделал единым человечеством Вновь и вновь он повторяет эту мысль Утвердил мир и для тех, и других в едином теле Восстановил общение с Богом на кресте Умертвив вражду в себе самом Вновь он таким, не то что даже богословским, а скорее поэтическим языком Описывает буквально одно и то же Что, смотрите, его смерть – это умертвление вражды Это убийство не только греха Да, вот Христос сходит на крест для того, чтобы в его теле умер грех Которого он не совершал, но грех, который он берет на себя И одновременно, чтобы в его теле умерла вражда Чтобы человечество стало единым Оно до сих пор не очень эту идею принимает Оно до сих пор делится на конфессии, динаминации, национальности, государства, политические партии Какие-то кружки по интересам, люди не нашего круга Но Павел уже 2000 лет назад сказал очень просто Вот для чего Христос зашел на крест? Для того, чтобы умертвить грех Для того, чтобы человек не подлежал больше этому самому гневу Божьему Гневу Божьему, как естественному следствию его грехов Во-первых, во-вторых, чтобы разрушить все эти стены Для того, чтобы не осталось людей нашего и не нашего круга Вне зависимости от того, как мы этот круг очерчиваем Он явился и принес евангельскую весть о мире и вам дальним И тем, кто был вблизи, ну, то есть иудеям Итак, мы, те и другие, получили в едином духе доступ к Отцу Вот, собственно, основная суть Павлова благовестия Наверное, вторая глава к Ефесиным Это самое такое внятное и одновременно очень поэтичное изложение Основ его веры, которая, ну, конечно, не только его вера Собственно говоря, это полное изложение Достаточно полное изложение веры церкви Понятно, что Евангелие самое главное Но Евангелие описывает события Осмысление этих событий, богословское обоснование Содержится все-таки в посланиях Вот вторая глава к Ефесиным Мне кажется, такая вот центральная из всего Нового Завета Если мы захотим сказать А где вот все самое главное сказано Сжато и в то же время нескучно Вы уже не чужаки, не иностранцы Но сограждане святым и свои для Бога Вот это прекрасное выражение Сограждане святым и свои для Бога То есть, ну, смотрите Вот мы все граждане какой-то страны В этой стране мы имеем право там пойти, куда мы захотим Переселиться, жить, сколько мы хотим А в другие страны нас могут не пустить Нас могут депортировать, если мы нарушаем закон о въезде Да, мы не можем там голосовать Не имеем гражданских прав Нас там в лучшем случае терпят Так вот он говорит Вы сограждане святым У вас есть все права, которые есть у святых То есть, у божьего народа И для Бога вы свои Вот у вас паспорта Царствия Небесного на руках Если бы мы сегодня это писали Наверное, так бы это сказали Вы строите на том самом основании Которое заложили апостолы и пророки А его краеугольный камень – Иисус Христос У него очень много метафор И его любимая метафора – это, в частности, строительство Ну, такой созидательный труд Это ведь интересно, когда не было дома И вдруг он возникает И люди трудятся, строят этот дом Чтобы жить в нем, наверное Вот и вы строите Строите на основании Основание заложено апостолами и пророками То есть, апостолы – это новый завет Пророки – это ветхий Но в любом случае это откровение Это то, что мы сегодня называем священным писанием Его краеугольный камень – Иисус Христос То есть, очень тоже такой ясный принцип Сегодня там часто люди спрашивают Зачем христианам ветхий завет? Ну, потому что он часть основания На котором строится церковь Без него дом рухнет Вот если половину фундамента не положить И начать строить, все рухнет, правильно? Вот и ветхий завет – это половина этого самого фундамента Но краеугольный камень – Христос Краеугольный камень – это камень, на который опирается угол Вот строят дом, и две стены сходятся в некоторые точки Там кладется наиболее такой тяжелый камень Фундамент из камней раньше складывали И этот камень, он держит сразу две стены На нем, собственно, постройка держится в особом смысле И вот он берет именно этот образ И дальше поясняет На нем держится все здание, которое созидается как святой храм для Господа И вы сами в духе становитесь домом, где обитает Бог То есть что значит вы строите здание, здание церкви, здание храма? Ну вот вы построили, потом Бог туда вселился И вы там, наверное, молитесь перед этим зданием Да нет, этот храм – это вы Вот стены, богослужения – это все важно Но самое главное – есть ли христианская община, которая, собственно, и есть сам храм И служение этой общины Богу, есть обитание в этом доме Да, вот жить у себя, что называется У себя в комфорте, в безопасности, благополучно жить Вот человеку хорошо дома И церковь – это дом, где верующие живут А все остальное – это, собственно, внешние проявления того, что этот дом из них и составлен Это была вторая глава послания к Ефесянам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!